Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. По многочисленным просьбам моих старых зрителей я делаю сегодня видео о черном тмине. Видео таких в интернете много, однако я сжато, структурировано расскажу действительно о всех плюсах. Ну и если есть минусах, то же расскажу. Итак, поехали. Да, еще и Авицены и Гиппократ говорили о пользе масла черного тмина. Ну и пророк Мухаммед, как известно, тоже говорил, что на все случаи жизни, кроме смерти, годится, то есть при лечении разных недугов. Но в наши дни ситуация изменилась, сейчас столько факторов вредных действует на человека, которые еще сто лет назад не действовали, что уж говорить там про столетия назад. Поэтому, как эликсиром от всех болезней, разумеется, черный тмин и масло его не поможет, но как дополнительные меры, средства, вполне. И вот какие уникальные свойства черного тмина существуют. И недаром в последние годы научно-исследовательские институты многих стран мира проводят исследования, и этих фактов становится все больше и больше. Масло черного тмина признано как лекарственное средство и в народной традиционной медицине, и в официальной современной. Кстати, в гробнице фараона Татунхамона нашли ванну с маслом черного тмина. Интересно, зачем она там была поставлена. Возможно, данное видео и ответит на этот вопрос. Масло тмина убирает боли во время менструации, это известно. При эрозе шейки матки используются. Женщинам в период лактации очень показано, чтобы улучшилась лактация, и у малышей, грудных детей не было коликов. То есть, питательные компоненты масла через молоко поступают в ЖКТ ребенка и, соответственно, проводят вот эти действия, о которых я далее расскажу. Беременным женщинам, ну, официально европейская медицина не рекомендует использовать масло черного тмина, так как теоретически, поскольку расслабляет мышцы, могут быть преждевременные роды. Хотя арабские врачи, например, напротив, советуют во время беременности, но тут уж смотрите сами. А вот перед родами, для облегчения их, конечно, стоит обязательно. По крайней мере, известно, что эластичность от родовых путей масло черного тмина улучшает. Семена тмина содержат примерно 38% масла, это практически чуть ли не рекорд по массе. И именно в масле концентрируются питательные и лечебные вещества. А какие? Ну, во-первых, 15 аминокислот, в том числе 8 незаменимых. Он содержит 18 полиненасыщенных и 8 насыщенных жирных кислот, а это значит огромная польза для ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, для эластичности сосудов. В составе масла есть и фосфолипиды, и флавоноиды, и иммунные полисахариды, и витамины многие. Например, С, витамин Д2, витамин Е, ну, многие из витаминов группы В, например, В1, В2, В3, В6 и В9. А также различные энзимы, сапонины, эфирные масла, некоторые из которых являются противовирусными и противобактериальными. Большое количество микро- и макроэлементов и калий, и фосфор, но главное марганец и цинк. Более того, железо в усвояемой форме, селен, ну и никель, и медь. Внимание, как антипаразитарная чистка, о которой многие говорят, смысла нет. Принимать масло именно рассчитывая на выведение гельминтов, глистов. Почему? Потому что только те, которые в кишечнике, взрослые особи ослабленные, могут выйти. Но не личиночные стадии, мигрирующие по организму, это бесполезно. Кому будет интересно, посмотрите мои лекции о паразитах, и вы многое поймете и узнаете. А как допсредство, ну, например, чтобы легче глисты выходили из кишечника, который в кишечнике находится, да, это имеет смысл. А вот маленьким детям, кому нельзя принимать антипаразитарные препараты, грибные лечебные препараты по возрасту, ну и по общим противопоказаниям, можно применять масло черную тмину, ну, скажем, по половинке чайной ложечки два раза в день, а также семена укропа, ну, порошок из семян на кончике ножа, тоже два раза в день. Кому масло противно, можно с медом, лучше, конечно, диким медом. Кстати, такой мед из бортий и колод у нас есть. Какие же главные лечебные свойства? Ну, во-первых, антиоксидантно, это защита организма от свободных радикалов. Дело в том, что в процессе обмена веществ, а также под воздействием различных факторов вредных, тех же тяжелых металлов, отравляющих веществ в пище и так далее, образуются реактивные соединения кислорода и азота. Это, так сказать, отработка организма от хода и обмена веществ. Так вот, свободные радикалы отчасти нейтрализуются антиоксидантами, среди которых масло черного отмена занимает довольно-таки приличное место. Как известно, свободные радикалы разрушают мембраны клеток и повреждают ДНК, поэтому возникают различные мутации. И потому в наши дни, тем более, когда факторов воздействия вредных на организмы свободно-радикальных очень много, любые антиоксиданты, которые, соответственно, только усиливают друг друга, полезны. Поэтому, например, витамин С, а я его рекомендую в органической только форме принимать, именно полученный из растений, но не синтетический, не аскорбинка. Посмотрите мои лекции о витамине С. Конечно, витамин Д3, безусловно, но тоже натуральный только. Не синтетический принимать обязательно надо. И масло черного отмина, здесь никакое не противоречие, дополнительно вместе будет очень только хорошо и полезно. Поскольку это масло, то любые жирорастворимые витамины сочетаемы. Второе важное свойство – это антидиабетическое. Да, это так. Масло черного отмина снижает гликированный гемоглобин, активизирует бета-клетки островков Лангерганса, которые синтезируют гормон инсулин, да, соответственно. Поэтому поднимается чувствительность к инсулину, снижается инсулинорезистентность, а значит, это средство в том числе, ну, в комплексной терапии и для борьбы с сахарным диабетом второго типа, в том числе. А также масло повышает гемоглобин и облегчает сухой и сильный кашель, очищает легкие. Вот именно за счет огромного количества определенной пропорции, за счет комбинаций полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот. Знаю, что уже многие напишут, уже написали, а где купить качественное неподдельное масло? Мы производим такое масло, вы можете купить его у нас. В конце видео я подробнее об этом поясню, а сейчас лишь скажу, что под этим видео, под номером 1, то есть в самом верху я оставлю ссылку. Купить наше масло черного тмина вы можете здесь. И будет ссылка. Нажимаете, попадаете на страничку, читаете там все, и, пожалуйста, будет интерес. Приобретайте, посмотрите другие наши товары. У нас около 700 уникальнейших органических продуктов, товаров, препаратов и важных для здоровья приборов. Кстати, дорогие друзья, у нас есть два новых уникальных продукта. Во-первых, это портативный малого объема, но очень мощный азонатор. Причем это не просто азонатор, а еще ионизатор, то есть два в одном. Видео о нем я обязательно сниму, но ссылку на товар уже оставлю сейчас. И второе. Вы, наверное, смотрели, а кто нет, обязательно посмотрите мое видео про фульвовые кислоты, важность для нашего с вами здоровья, но и для здоровья почвы и растений. И вот у нас появился в продаже уже расфасованный по одному литру, очень экономичный, на долгое время хватит на большой объем площадей посадочных растений. Это фульвовые кислоты как удобрение, как активатор, биологический активатор роста для любых растений. Почитайте информацию об этом уникальном природном натуральном продукте, а ссылку на литровые расфасовки концентрата я вам оставлю тоже под этим видео. Сейчас период огородничества и садоводства, и у вас есть шанс получить урожай на 20-30% выше как минимум, при том, что растения ваши будут здоровыми, а также почва, что не менее важно. Также я очень рекомендую посмотреть все то, что я оставлю по ссылкам вам под этим видео. Третья глобальная задача. Оно применяется для улучшения памяти, а также снимает депрессию, усталость. Ну и, говоря о ЖКТ, снимает, кстати, запоры. А для ЖКТ масло полезно очень. Как применять, скажу сразу, ну вот по одной-две чайных ложки, за 20 минут до еды, два раза в день достаточно. Лучше утром, то есть перед завтраком, и второй раз перед обедом. Также масло черного тмина применять стоит при заболеваниях печени и сердечно-сосудистой системы. Четвертое глобальное свойство, это противовоспалительное, но оно идет как бы из антиоксидантных свойств. Здесь можно акцентировать еще противобактериальное свойство масла черного тмина. Пятое, это польза для головного мозга и центральной нервной системы. Ну, это борьба и с Паркинсоном, это борьба с Альцгеймером. По крайней мере, удержать разрушительные процессы возможно. Шестое глобальное свойство, это укрепление иммунитета, это антивирусная доказанная защита. Это также уменьшение количества в крови липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина. Почему? А потому что в составе масла есть фитостеролы. В этой связи, и с тем, что я сказал до того, это масло борется с симптомами старости, ну и укрепляет, кстати, и волосы. Седьмое важное свойство, это лечение мужского бессилия, бесплодия. Также это мощное средство против простатита. Оно увеличивает тестостерон. Кстати, защищает от остеопороза. Но помните, в нем не Д3, а Д2 витамин. Поэтому Д2 плюс активное солнце. Но все же витамин Д3 принимать надо. В наши дни его дефицит наблюдается у всех людей. Нормы занижены. Ну и восьмое, отчасти у масла черноутмин есть антигрибковые свойства, по крайней мере для наружного применения. Противопоказания это гастрит и панкреатит. Можно применять хоть постоянно, но курс обычно идет 3 месяца активный, потом перерыв недели две, и опять можно курс повторять. Как я уже сказал, по одной-две чайной ложки два раза в день до еды. Масло должно быть не окисленное. Это очень важно. Мы производим и продаем именно такое масло. Более того, оно не просто делается на прессах холодным способом. Оно делается по дорогой вакуумной технологии. То есть там нет окисления вообще. Вот именно поэтому, в том числе, чтобы не потерять эти свойства, а масло очень быстро прогоркает, окисляется на воздухе, мы поставляем масло в маленьких 100-миллилитровых упаковках, чтобы его быстро за несколько дней выпить и открыть новую бутылочку и дальше употреблять. То есть, чтобы оно максимально было в процессе потребления не окисленным. А приобрести наше масло, как и другие наши биопродукты и товары, уникальные приборы и так далее, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы, в любые города России и любые страны мира, где есть Почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает Почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.